Летом текущего года на официальном портале Пенсионного фонда появились первые пояснения относительно увеличения пенсии пенсионерам за счет добавки к ним пособия за всех воспитанных детей. Предоставленные в открытом доступе сведения, развеяли сомнения по поводу возможности повышения пенсии матерям повзрослевших детей и разъяснили, кому невыгодно обращаться за тем, чтобы учли так называемое пособие к пенсии за детей и пересчитали. Ее размер. Что такое пособие к пенсии за детей? Рассуждая о нововведениях в расчете пенсионных выплат, многие употребляют понятие пособия к пенсии за детей, но самостоятельных пособий к пенсионным выплатам государство не устанавливало. Это прибавка к сумме пенсии, получаемая при новом расчете с включением нестраховых периодов, которые раньше не входили в страховой стаж. К таковым теперь относится и время ухода за ребенком до полуторагодовалого возраста. Кто может претендовать на пособие к пенсии за детей? Увеличение пенсионной выплаты за счет баллов за воспитание пенсионеркой своих детей предназначено женщинам, у кого имеются периоды, за которые сегодня и даются указанные баллы, не включенные в срок страхового стажа при вычислении. Сумма пенсионных выплат до 1 января 2015 года. Или включенные, но по устаревшему порядку. Слухи о том, что новый закон рассчитан только на пенсионеров, чьи дети появились на свет до 90-х годов, оказались ложными. Ранее повсеместно упоминалось ограничение для желающих пересчитать пенсию, их дети должны были появиться на свет до 90-х годов. Но закон подобных границ не устанавливал тем не менее, согласно новым правилам расчета пенсии, ощутимое повышение выплат ожидает лишь тех, кто имеет советский стаж, так как он практически не увеличивает пенсию, разумнее заменить его на Время присмотра за детьми, и чьи дети уже повзрослели. Вот и получается, что такие женщины достигли 70 и более лет и начали получать пенсионные выплаты до 1 января 2015 года, но и женщины, родившие ребенка после 90-х годов, имеют право на перерасчет пенсионных выплат в случае, если он окажется для них лучшим вариантом. Кому не нужно обращаться за перерасчетом пенсий. Пенсионный фонд сообщил, что родителям, кто вышел на пенсию позже 1 января 2015 года, не понадобится собирать документы и писать заявление на вычисление суммы пенсии по новому порядку, лучший вариант уже учтен при осуществлении для них выплат. Тем, кому выплаты установлены на льготных условиях, не должны просить пересчитать пенсию. Те, кто получает ее раньше срока, не достигнув пенсионного возраста, лишатся на нее права при замене трудового стажа на время присмотра за детьми, потеряется льготный стаж. Кому выгодно и кому невыгодно просить перерасчет пенсии. Таблица. Следует иметь в виду, что по новому правилу время присмотра за ребенком не прибавляется к стажу работы, а заменяет его. То есть, если стаж работы оказывается больше, нежели периоды присмотра за детьми, то смысла подавать бумаги на перерасчет нет, это будет невыгодно, и только уменьшит ежемесячную выплату. Читайте также статью «Порядок выплаты компенсации пенсионерам на оплату коммунальных услуг». Когда может быть выгодно, когда рассчитывать по-новому невыгодно, пенсионерка является матерью двоих детей, и она ухаживала за ними до исполнения полутора лет. У родителей есть только один ребенок. Женщина родила двойню, тройню и так далее, трудовой стаж продолжительный, приходящийся также на момент появления в семье детей. Женщина не имела официального места работы или проходила обучение во время ухода за детьми. Пенсия первоначально рассчитывалась на основании высокого оклада, но заработок на 20% больше среднестатистического по России до наступления 2002 год не принимался при исчислении пенсии, то есть соотношение доходов за данный отрезок времени не превышает 1,2, и тем не менее, этого хватает, чтобы начисление пенсии по-новому не увеличивал ее суммы. Родитель имел минимальный трудовой стаж на момент выхода на пенсию. Пенсионные выплаты женщине рассчитывались по низкому окладу, менее среднего федерального уровня. Сумма пенсии почти равна прожиточному минимуму, минимальный размер по стране. Сколько баллов дается за одного ребенка? Начиная с 2015 года, главный показатель, от которого зависит величина пенсии, число Т. Н. Пенсионных баллов на счете каждого пенсионера, законодательство именует их индивидуальными пенсионными коэффициентами ИПК. В страховой стаж хоть и стали включать период отпуска по присмотру за детьми, но учитываются только первые полтора года, тогда как продолжительность отпуска составляет три года, и в связи с недостатком в России ясли мать не может выйти на работу. Раньше эти баллы добавляются при следующих ситуациях. После совершения нанимателем страховых отчислений, в размере 22% от оклада сотрудника, 6% на фиксированную пенсионную выплату, 16% на накопление ИПК. При добавлении нестраховых периодов, на протяжении которых гражданин осуществлял социально значимую деятельность, тогда пенсионные права возникают за счет бюджета страны. Итак, за детей дается следующее число пенсионных баллов за один год присмотра, полтора года, число пенсионных баллов за уход за малышом, на протяжении очередность появления детей первый, второй, третий или четвертый одного полного календарного года. 1,8 3,6 5,4 полутора лет, 2,7 5,4 8,1, как сделать перерасчет пенсии за детей, формула. РП равно ИПК умножить на С ИПК, где РП размер пенсии, ИПК индивидуальный пенсионный коэффициент. С ИПК, цена 1 пенсионного балла, 78 рублей 58 копеек, на 2017 год. Читайте также статью «Пример перерасчета пенсии за детей». Минимальное и максимальное пособие к пенсии за детей. Расчет пенсий по новому порядку носит индивидуальный характер, и при вычислении суммы учитывается множество факторов. Пособие к пенсии за детей дается всего за 6 лет присмотра за малышами, то есть во внимание берутся 4 отрезка времени по полтора года. Минимальное пособие к пенсии за детей будет выдано матери одного ребенка, если она ухаживала за ним в течение первого года 2,7 Б. По 78 рублям 58 копейкам повысят сумму на 212 рублей 17 копеек, максимальное пособие к пенсии за детей будет выдано матери 4 детей, если за ними она ухаживала на протяжении 1,5 лет 24,3 Б. По 78 рублям 58 копейкам дают 1909 рублей 50 копеек. Сроки обращения за перерасчетом пенсии. Срок обращения за применением новых правил к пенсионным выплатам женщинам, занимавшимся воспитанием детей и вышедшим на пенсию, не ограничен конкретных временных рамок, не устанавливается, позволяя гражданам подать бумаги в любой момент. Читайте также статью «Единовременная выплата пенсионерам из накопительной части пенсии». Необходимые документы для получения прибавки к пенсии за детей. В подразделение ПФР по месту жительства помимо паспорта необходимо представить следующий набор бумаг. Документ, где получить заявление о перерасчете пенсии, выдадут в ПФР пенсионное страховое свидетельство ПФР свидетельство о рождении. На каждого ребенка из органов ЗАГС справка о составе семьи, паспортный стол, жоусправка с места работы детей, если осуществляют трудовую деятельность, бухгалтерия предприятия, где работают дети, справка о прохождении обучения, если дети. Обучаются, по месту учебы заключения медика, социальная экспертиза, присвоение инвалидной группы, при наличии, аккредитованное лечебное учреждение, трудовая книжка, справка об отсутствии регистрации ПФР, справка об отсутствии. В социальной пенсии у жены, мужа заявителей и трудовых пенсий у детей ПФР, как оформить пособие к пенсии за детей, инструкция. Имеется три варианта обращения за перерасчетом пенсии. Личное посещение отделения ПФР по месту регистрации. Необходимо заранее записаться на прием через интернет или по телефону. Срок рассмотрения документов составит 10 рабочих дней. Подача заявления в многофункциональный центр. Сроки изучения бумаг и перечень документов не меняются по сравнению с обращением в ПФР, отправить запрос через официальный сайт Госуслуг. Для создания обращения нужно перейти в раздел назначения пенсии. С момента отправки заявления до принятия решения по делу пройдет около 30 дней. Законодательные акты по теме. СТ. 12 федерального закона от 28 декабря 2013 года номер 400 ФЗ о включении в страховой стаж период отпуска по уходу за ребенком – типичные ошибки в расчете доплаты к пенсии за детей. Ошибка. Пенсионерка не подала документы на перерасчет пенсии путем замены трудового стажа на период ухода за ребенком, поскольку боялась, что пенсионные выплаты станут меньше. Комментарий. В том случае, если замена трудового стажа на период присмотра за детьми уменьшают, а не увеличивают пенсию, сотрудники ПФР отказывают в проведении перерасчета, так как снижение суммы пенсии запрещено действующим законодательством. Ошибка. Пенсионерка, вычисляя предполагаемый размер пенсии при замене трудового стажа на период ухода за детьми, учитывает равное количество пенсионных баллов за каждого ребенка. Комментарий. Число баллов за детей будет различаться влияние, оказывает очередность их появления. Максимальное количество ИПК будет начисляться за третьего и четвертого ребенка, а начиная с пятого начисления баллов прекращается. Ответы на распространенные вопросы про пособия к пенсии за детей. Вопрос номер один. Как по новым правилам вычислять сумму страховой пенсии? Ответ. С 1 апреля 2017 года пенсионные выплаты рассчитываются как произведение баллов, накопленных за годы работы и нестраховые периоды, учитываемые при расчете пенсии. И стоимости одного пенсионного балла ИПК, которая на данный момент составляет 78 рублей 58 копеек. Вопрос номер два. Будут ли включены в расчет пенсии все периоды ухода за детьми в многодетных семьях? Ответ. По новым правилам при вычислении размера пенсии учитываются все периоды присмотра за каждым малышом, не превышающие 1,5 лет. При этом максимальная продолжительность всего нестрахового периода не превысит 6 лет. Получается, что в случае с многодетными семьями пенсия будет увеличена только за 4 детей, а воспитание остальных ролей играть не будет. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!